Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети» Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Вани и Вари. Для тех, кто пока еще не видел нашу программу «Важная информация», мы с ребятами находимся в стране безопасности, где можно научиться простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. Для каждой команды конкурс длится 4 дня. Сегодня у ребят уже третий этап соревнований, и я предлагаю ребятам приступить к первому конкурсу. Итак, снова будем отгадывать загадки, но на этот раз вам нужно будет слово «отгадку» составить из букв. Буквы уже расположены в хаотичном порядке у вас на стенде. Итак, ребята, я буду делать вам подсказки. Во-первых, буду говорить количество букв, из которых состоит слово «отгадка». Во-вторых, буду говорить первую букву этого слова. И общая подсказка. Речь пойдет о предметах, которые вы много раз видели у себя дома, на кухне. Ну что, я предлагаю начать. Ребята, каждый правильный ответ будет стоить три фишки. Одна фишка тому, кто справится быстрее. Итак, первую загадку я читаю. Он хозяйке лучший друг. Режет свеклу, режет лук. Да чего ж хорош, пригожь, острозубый, длинный. Нож. Ребята, первое слово «отгадка» состоит из трех букв. Присаживайтесь. Правильно, ребята, это действительно нож. Итак, Ваня получает. А кто просил тебе подсказывать? Я просила держать язычок за зубками. Все знают, это простые загадки. Поэтому, Вань, тебе четыре. И Варечка, тебе три. Слушаем вторую загадку. Утром, вечером и днем соберемся за столом. Ждут нас каша, суп, окрошка. А поможет есть их? Пять букв, ребята, слово «отгадка». Первая буква «Л». Задание на скорость. На кону четыре фишки за правильный и очень быстрый ответ. О, шо, шо. Молодец. Ваня, ищи, ищи. А чего ты беспорядок, хаос у себя навела и не можешь теперь сама разобраться? Вон, Ваня, быстро сообразил. Давай, ищи нужные буквы тебе. Можа. Присаживайся, Ваня. Получай свои фишки. Четыре за правильный и быстрый ответ. Ждем Варю побыстрее возвращения. Да, вижу, что отгадку Варя тоже знает, поэтому три фишки Варь ты получаешь. Умничка. Ложка. Все написано верно. И последняя загадка, ребята. Много делать мы умеем. Стричь, кроить и вырезать. Не играйте с нами, дети. Можем больно наказать. Что это так стрижет и режет, вырезает? Чем мы можем это делать? Слово-отгадка состоит, ребята, из семи букв. Первая буква Н. Пусть падает, Ваня, не теряй время, потом поднимешь. Ищите главные нужные вам буквы, остальное не важно. А у меня больше этих не было. Что нужно, Варь, тебе? Чего не хватает тебе? Какая буква нужна? Н. 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 А вот. Вот, все есть, Варя. Просто надо быть внимательным. Присаживайся. Прочитаем, что написал. Ножницы. Господи. Молодец, Иван. И на этот раз ты снова максимальное количество фишек зарабатываешь. Четыре. Держи. Первый конкурс закончился. Фишки сосчитаем потом. А сейчас время встречи с нашим экспертом по безопасности. Она уже вышла с нами на связь. Внимание. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада нашей новой встрече. Мы с вами уже не раз говорили о неприятностях, с которыми можно встретиться у стен и карнизов домов. А сегодня мы узнаем, какие опасности таят в себе водосточные трубы во время весенних оттепелей. Нередко так случается, что расплавившись под солнечными лучами на крышах, снег устремляется в жестяные желоба труб, которые внизу у земли еще не оттаяли. Ледяные пробки сдерживают поток талой воды, и она ночью под воздействием заморозков застывает. В результате образуется многометровый ледяной столб прямо в водосточной трубе. Из-за большой тяжести льда крепления могут выскочить из стены или произойдет разрушение водосточных труб. В этом случае сотни килограмм льда могут обрушиться вниз и нанести большой вред окружающим. Если вы видите перегороженный лентой участок тротуара, не пытайтесь сократить путь, подлезая под ограждение. От выгнутых, наклоненных или полуоторванных водосточных труб также нужно держаться на безопасном расстоянии. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Итак, ребята, финальный конкурс на сегодня. Это будет тест. А скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что такое тест? Это проверяют кого-то. Правильно, это способ проверки знаний, когда задается один вопрос и дается несколько вариантов ответа на него. Да, Варю? Еще когда в институт. Да, очень многие сейчас в современном мире сдают экзамены именно в форме теста. Через несколько лет вы тоже с этим столкнетесь, но потренируемся мы прямо сейчас с вами. Итак, давайте, чтобы наверняка я поняла, что вы знаете, как это делать, я вам раздаю цифры и будете читать сейчас вопрос и называть варианты ответов. А вам необходимо поднять цифру с тем вариантом ответа, который вы выбираете. Если первый, то поднимайте единичку и так далее. Итак, вопрос. Переходить дорогу надо, первое, на красный свет светофора, второе, на желтый, третье, на зеленый. Молодец. Ну вот, я вижу, что все прекрасно вы понимаете, поэтому, я думаю, без проблем справитесь. Итак, ребята, вопросы я вам раздаю. Вам необходимо напротив правильного ответа поставить любой значок, ну, например, крестик. Так? Итак, ребята, начали. Кто быстрее справится, читай вопрос. Вот ручка твоя. Читай вопрос и отмечай правильный ответ. Кто справится? А не на быстрый? На скорость. Кто быстрее справится, получит фишку. Это же неправильный крестик. Один правильный вариант ответа выбираешь. И ставишь крестик или все, что угодно. Вот, хорошо. Второй вопрос читай. На скорость. Как только с вторым справишься вопросом? Варя справилась. Следующий. На скорость. Сначала вопрос читай, чтобы знать, на что отвечать. Три, тройка, да? Ты поставила здесь. Хорошо. Итак, Вань, ты справился первый. Давай-ка проверим твои вопросы и ответы. Итак, прочитай нам первый вопрос. Вопрос. Если вы видите перегруженный лентой участок труда, то надо... То надо. Давай-ка посмотрим, что ты отметил. То надо обойти его стороной. Умничка. Это правильный ответ. А у Вари? И у Вари, верно, тоже двойку выбрала обойти его стороной. Мы совершенно правильно справились. Варя, прочитай нам второй вопрос еще. Ты прочитай. Испаряется... Вопрос сначала, Варя. Вопрос. Вопрос. Когда снег начинает таять... Испаряется бесследно. Дальше я прочитаю. Давай-ка. Испаряется бесследно, совершенно безопасен и может быть опасным, если попадет в водосточную трубу и там замерзнет. Ваня посчитал, что совершенно безопасен. Совершенно напрасно так Вань посчитал. А вот Варя как раз таки правильно отметила. Он может быть опасным, если попадет в водосточную трубу и там замерзнет. Я просто это не писал. Ничто. Вот, ты обвел двоечку. Двойка. А правильный ответ третий. Итак, значит, половина выполнена задания у Вани правильно. Значит, две фишки тебе за правильные ответы. И для Вари. Нет, а Варя выполнила все правильно, поэтому она зарабатывает три фишки. Держи, Валь. Хорошо, ребята. Ну, худо-бедно, с тестом мы справились. Ребята, на сегодня все испытания закончились, поэтому сосчитайте, пожалуйста, количество фишек, заработанное в третий конкурсный день. Итак, третий конкурсный день, ребята, завершен. Счет практически равный. 14-12. А встречаемся, ребята, завтра на финальной игре. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова